Ну вот, только я сказала, что у нас жарко и солнечно. Солнечко куда-то пропало, но тепло, тепло и хорошо. Мы рады, что вы остаетесь с нами. И я продолжаю нашу экскурсию. Вам все покажу, расскажу все, что у нас есть. Остановились мы с вами на замечательных мандаринах. Классных, вкусных, с приростами. Кстати, видите, приростики радуют нас. И идем дальше. Лаймы. Мы обожаем все лаймы. Мы знаем, что это потрясающе вкусные цитрусы, ароматные. Используются в разных блюдах. Шикарные напитки получаются с добавлением этого цитруса. И они у нас есть в наличии. Сейчас у нас в наличии два вида, два сорта. Лайм Таити. Кстати, вот у нас есть укорененный, кому интересно, по 600 рублей. Есть привитые на волкамриану по 3500. Осталось совсем чуть. Их прям подразобрали, подразобрали. Потому что они в основном все с плодиками. Но даже если у них нет плодов, мы не огорчаемся. Почему? Потому что сорт лимонтантный. Он цветет и плодоносит круглый год. Итак, у нас есть лайм Таити. Персидский. В 14-м гашке 3500. И в 20-м 5500. Обратите внимание, они с завязями. Дальше. Лайм Верде. Лайм Персидский Верде. Я уже писала, рассказывала, говорила, что в переводе с итальянского Верде это значит зеленый. Некоторые питомники не указывают, что за сорт. Кто-то указывает, например, когда продают свои растения, они пишут о том, что лайм Верде, в скобочках, например, Таити, либо Ла Балетте. Я уже показывала. Я показывала. И можно в постах у нас прочитать. Посты мы выставляли. О том, что такое бывает. Бывает, что не показывают. Просто написано лайм Верде. И есть очень много споров по этому поводу. Почему? Потому что, как такового, сорта Ла Верде мы на просторах интернета найдем только у продавцов. Интернет-магазины, причем сайты иностранные, мы найдем у итальянцев. Мы у них этот сорт найдем. Но мы не найдем, в принципе, описание. Только буквально, наверное, трех я видела продавцов, которые описывают этот сорт как отдельный сорт. Просто как отдельный сорт, что есть сорт Ла Лайм Верде. Если мы будем судить и сходить из того, что мы видим вживую, то есть мы берем, например, Лайм Таити и так называемый Лайм Верде, небольшие отличительные особенности есть. Немножко раскидистая крона у Лайма Верде, более такая раскидистая листь, как мне кажется, какие-то ноты, оттенки. Если совсем по-честному, непринужденным взглядом, очень тяжело найти различия. Если вот прям докапываться, то в принципе найти различия можно. Могу сказать точно, если на бирке не написано, что это Ла Валета, то это не Ла Валет. Это не Лайм Ла Валет. То есть я это вам говорю к тому, что да, мы будем брать питомники, где будет Лайм Верде в скобочках Ла Валет. Но мы так и будем высказывать, что это Ла Валет, то есть это не Верда, а именно Ла Валет. Питомники, где мы берем, вот видите, Лайм, да, то есть было указано, что это Лайм Таити, поэтому мы указываем, что это Лайм Таити. То есть он не идет как Лайм Верда, а где в питомниках, где написано, что это Лайм Верда, мы и указываем, что это Лайм Верда. Сложно сказать. Вообще, как бы считается, что это отдельный сорт. И еще раз повторяю, что в двух источниках я нашла у итальянцев описание его как отдельного сорта. Но если взять по морфологическим признакам, различия небольшие есть. Если брать по самим сортовым, я не нашла нигде. То есть официально нет подтвержденного нигде документа о том, что это есть отдельный сорт. Но я уже неоднократно рассказывала, что сорта придумываются, сорта видоизменяются и так далее. Поэтому все может быть. Что это за сорт? Лайм Персидский. Лайм Персидский Верда. Итак, есть у нас в шестнадцатом горшке, есть у нас в восемнадцатом коричневом горшке. И есть в зеленых горшках. Это двадцатый горшки. Поэтому, кто хочет приобрести два сорта, Лайм Верда и Лайм Таити, милости просим, они у нас в наличии. Сорта ремонтантные, сорта классные, цветут плодоносит круглый год. Неприхотливые, некапризные, прекрасно укореняются, замечательно растут и всех радуют. Это наше Лайм. И мы переходим к каламандинам. Каламандинам у нас в наличии, сейчас есть простые, обычные каламандины и каламандины варигатные. Поскольку были дожди, и вот видите, мы не поливали все эти три или четыре дня, вот пока они у нас стояли. Мы их вообще ни разу не поливали. И видите, грунт еще до сих пор не везде просох. То есть частично просох, это я к чему, опять же, возвращаясь к поливу. Дорогие друзья, одни и те же питомники, одни и те же растения, но все индивидуально. Каждое растение индивидуально. Кто-то просыхает быстро, а кто-то медленно. И тут не угадаешь. И вот, пожалуйста, вот видите, то есть немножко листики, краешки листиков, мы их убираем, потому что все равно они отвалятся. Мы их убираем, потемнели. И это говорит о том, что поливать мы в ближайший день-два точно не будем до полного просыхания, чтобы исключить возможность залива. Нам нужно, чтобы все просохло, чтобы ни в коем случае не было никаких моментов, связанных с этим неприятным происшествием. Итак, коламандина в 18 горшках у нас по 4 500, и в 20 горшках по 5 500, варегатный. Плоды у них ровно такие же, как у простых. Обратите внимание, кругленькие, сладенькие, кисло-сладенькие, конечно же, кисло-сладкие. Кожура, едят с кожурой, кожура у них кисловатая. Ну, очень вкусное варенье, бесподобное. И вообще сами растения по себе очень-очень классные. Не прихотливые, то же самое, однозначно, да, не прихотливые. Цветет круглогодично, цветет, завязывает без каких-либо проблем. Но для любой варегатной формы нужно больше, больше света. Тогда все будет просто отлично и прекрасно. И переходим к простым формам коламандина. Коламандин у нас есть, как вы видите, в шестнадцатом горшке замечательно классные экземпляры. Нет, экземпляры мы можем предложить чуть подешевле, их мало. Вот он, видите, цветет. Восемнадцатые горшки и двадцатые горшки коламандин. Коламандин – это простая форма коламандина. Дальше. Кумкват в девятнадцатом горшке. Кто-то с плодами, кто-то уже посбрасывает плоды. Начинают расти. Видите, при ростике. Появляются при ростике. Это кумкват маргарита. Это просто маргарита. Дальше. Есть у нас коламандины на шпалере, привитые на летящего дракона. Из питомника цитрина. В нашу полерию вот такие вот экземпляры по 1700 по купону. Цены я вам называю по купону. И с обратной стороны я вам сейчас покажу коламандины укорененные по 750 рублей. Вот, пожалуйста, вот такие вот красавчики. Совсем чуть-чуть их осталось. Кто интересуется, наши лаймы потрясающе классные. И переходим дальше, дорогие друзья. Мой любимый чиното. Обожаю я этот цитрус. Обожаю его прежде всего за то, что, опять же, да, он неприхотливый. Он классный, он сильно, самый сильно пахнущий, самый сильно ароматный цитрус, который может быть. Это чиното. Сорт ремонтантный. Неприхотливый. Да, есть одна особенность. Он тугодум. Он достаточно медленно растет. Ну, собственно, может быть, это даже и не минус, а плюс для вращивания в квартире в домашних условиях, потому что он занимает компактно. Кстати, мало места. Обратите внимание. Вот саженцы 18-й, это коричневый. И вот 2,20-й. Гошка. Посмотрите, какая прелесть. То есть он растет таким аккуратным растением. Можно его формировать как угодно. Он, кстати сказать, укореняется и чудесно, прекрасно растет на своих корнях. Сорт, еще раз напоминаю, ремонтантный. Вот он. И цветет, и плодоносит круглый год. Видите? То есть на одном растении могут быть и приросты, и цветы, и уже созревшие плоды. Плоды у него ярко-оранжевые, вот как мандаринки. Многие почему его называют мандарином, хотя на самом деле это не мандарин, это мертолистный померанец. У него плоды сладко-кисловато-горьковатые. Очень интересные, необычные, все съедобные. Невероятно вкусные в напитках. В варенье, кстати, мармелад варенье из них варят. Тоже говорят, потрясающе, не пробовали. В общем, чинота у нас есть 16-й, 18-й и 20-й горшки. Рекомендуем. А мы пойдем с вами дальше. И у нас, и у нас карубара. Карубара феминелла, это группа феминелла, лимоны группы феминелла. Их очень огромное количество сортов. Невероятно огромное количество сортов этой группы. Отличительной особенностью является то, что у них пурпурное цветение, пурпурные молодые приросты и пурпурного цвета молодые завязи. Они ремонтантные, они не капризные, они неприхотливые. Отличаются формой плодов, вкусовыми нотами. На самом деле, на самом деле, это очень-очень-очень классные цитрусы. Итак, карубара. Его отличительная особенность в том, что у него прям черные листья, когда идет прирост на ярком солнце, у него всегда прямо такого фиолетово-черного оттенка молодые приросты, бутоны и молодые завязи. То есть всегда именно вот в таком ярком, четком контрасте. Смотрится потрясающе, очень красиво. Плоды у них овальные, средняя толщина кожуры, кислый классический вкусно-ароматный лимон. Очень урожайный сорт, очень классный. И всегда мы его рекомендуем. Все лимоны, все укореняются и черенкуются великолепно. Итак, в наличии у нас 16-е, 18-е и 20-е горшки. Я вам потом еще покажу. Они у нас не умещаются все на одном, поэтому в разных местах. Дальше. Его соратник, его однополчанин, лимон лунарио. Лимон лунарио тоже, по-моему, один у нас остался в 16-м горшке. И есть у нас в 20-м горшках. Они очень похожи, прям вообще сильно-сильно похожи. Единственное отличие у плодов лунарио, у него, вот видите, не понравилось. Сейчас мы тут удалим лист, и вот сколько молодых приростиков. Он сейчас распушится, и будет красавчик-красавец. Значит, отличительной особенностью у лунарио то, что у него вытянута такая вот попка. Не попка даже, наверное, носочек такой вытянутый в виде, как лампочки. Очень красивый, интересный, вкусный цитрус-лимон. Итак, дальше у нас в наличии клементин Рубино. Приехали вот буквально 4 штуки, я их проглядела, видите, то есть их сразу отложили. Они где стояли у нас, клементины АМО-8 в 16-м, 18-м горшке. И как бы их сразу забрали. А у нас в большом количестве остался клементин Рубино. Обожаю этот клементин, он реально очень вкусный, он реально очень классный. Всем всегда рекомендую. Для него не нужно никаких перепадов, он всегда будет ярко-оранжевый, всегда будет сладкий, тонкошкурый, практически без косточек, очень ароматный. На нашем Арусе, видите, охраняет, все время охраняет, все время рядом с растениями. Кстати сказать, на удивление, не трогает, не кусает, не царапает, в горшке ничего не делает, на горшках не лежит. То есть она всегда вот между горшков ложится и охраняет. Вот такая у нас красотка. Итак, клементин Рубино, обожаю, действительно обожаю, очень вкусный сорт, сладенький, с тонкой кожурой. Плюс практически нет косточек, очень ароматный, очень сочный, очень вкусный. Представители в 20-х горшках, в 16-х и в 18-х. Пока есть выбор, рекомендую. Дальше. Приехали к нам лайм-кваты. Лайм-кваты Товарес, чудесные, вот просто красавцы. Вот смотрите, 18-й горшок, они по размеру как 20-й. Причем кто-то из них уже начинает зацветать, на солнышке дают прирост. То есть такие неприхотливые, такие благодарные, очень вкусные, ароматные. Многих используют прям как аналог лимона. Едят их как кумкваты со шкурой. Но они действительно неприхотливые, они непритязательные. Прекрасно черенкуются, прекрасно укореняются, замечательно формируются. Товарес на самом деле очень обыкновенно, очень интересный. Лайм-кваты, это сочетание, это гибрид сочетания кумквата и лайма. У него при полной спелости, плоды у него овальные, и при полной спелости, когда полная спелость, они оранжевого такого оттенка, оранжевой ноты. Бледнее, конечно, чем кумкваты, но вот присутствует такая оранжевая нотка. Очень вкусные, невероятно, а самое главное, очень плодовитые. Поэтому всегда рекомендуем. Итак, есть у нас 16-й, 18-й и 20-й экземпляр. Лимон и капучо, то же самое. Вот видите, был дождь и вот-вот-вот листики. Вот это все, конечно, это все печально. Но, еще раз говорю, завтра нам обещают тоже солнышко и жару. И за эти дни все восстановится, приобретет более яркие краски. Лимон капучо, я его просто выделяю среди всех. Во-первых, потому что он очень быстро созревает, он неприхотливый. Он интересный, интересный еще тем, что у него разные формы плоды. И они без семян. Цветет и плодоносит круглый год. Не капризный, действительно очень потрясающий. Есть у нас 16-й, 16-й, простите, закончился. Есть у нас 18-й и 20-й горшки. Классные, реально классные. И очень-очень, очень супер классный лимон. Смотрите, все в завязях и еще цветут. Это наши лимоны капучо. Рекомендую, прям рекомендую. Люблю я еще один сорт лимона Загоробьянка. Он считается тоже из группы Феминелла. Но это единственный лимон, который цветет белыми цветами. У него и название Загоробьянка, что в переводе белые цветы, апельсиновые цветы белого цвета. То есть это лимон из группы Феминелла. Но его отличительная особенность, что он всегда-всегда цветет белыми цветами. Плоды у него овальные. Очень красивые, очень вкусные. Посмотрите, сколько завязей. Шикарный кислый лимон. Средняя кожура. Вот красавец. Сейчас пока приезжают только в 20 горшках. Но они реально красивые, реально обалденные. И мы их всем рекомендуем. Дальше непревзойденный лимон Мера, который всегда-всегда будет радовать. Хотя, на самом деле, есть у него для многих это считается минусом. То, что у него любит он покидать, пошевырять листвой. И, конечно, жировые пятна. Но не всегда это идет проявление. Бывает, что он капризуля. Но если с ним наладить взаимоотношения, это лимон, который вас будет радовать всегда. У нас остался последний экземпляр на 2300 привит на летящего дракона. Красавец. Остальные все экземпляры привиты на лукомериану. Посмотрите, как в него не влюбиться. Посмотрите, гроздь. Гроздь. Ну, вот как в него не влюбиться. Прям гроздь. Посмотрите. На маленьком растении. И сотревают они ярко-оранжевого цвета. Тонкая кожура. Очень ароматная. Даже такой с ноткой сладости присутствующей. Ну, невероятно вкусненный. Невероятно такие урожайные сорта. Они должны быть, конечно, всегда, в любом случае, в доме. Итак, у нас замечательно вкусненный лимон. Лунарио. В 16-м горшке 3500. В 18-м, вот я вам показываю. Это вот коричневые горшки 18-й горшки. Это 4500. И в 20-й горшках 5500. Лимон Мейера. Рекомендую. Очень рекомендую. Потому что, действительно, на самом деле, достойный сорт. И Корубара. Про то, что я вам говорила. Вот у нас представители в 20-м горшке. Они все с плодами. Я вот вам показываю 16-й и 18-й горшки. Сейчас я вам показываю 20-е горшки. Посмотрите, какие красавцы. Лимон Корубара обязательно должен быть в любой коллекции. Потому что это сорт, который невероятно красивый. Невероятно супер классный. И всегда будет урожай в вашем доме. Всегда он будет вас радовать новыми приростами. С красивым ароматным цветением. Действительно, очень вкусными плодами. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем показывать. И рассказывать все, что у нас есть в наличии. Никуда не уходите. Хорошего вам вечера. И мы продолжаем. Продолжение следует...